Всем привет! Сегодня у нас... Какое число? У нас сегодня 15 апреля. Понедельник. Время 17.00. Вот я наконец-то вымыла одно окно в кухне. Пленку отрывать не стала, потому что она у нас как защита от солнца идет. Пока не стала убирать. Если уберем, то потом еще раз окно вымыла, протру. Ну вот, часа полтора мыла, колупалась с этим окном. Сетку снимала, сетку мыла, окно мыла. Оно еще так раскрывается, окно. Ну, вот эти две сворки, они сюда открываются. Ну, в общем, окно драила часа полтора. Ну, в общем, я буду мыть по одному окну в день. На сегодня хватит. Там еще у сына в комнате надо окно такое же вымыть. Я буду в среду там мыть окно. А в зале и на балконе уже потом как-нибудь. Может быть, в пятницу. Вот. Чем я тут занимаюсь? Я вот сварила щи вегетарианские. Хотела сварить борщ, но у меня это... У меня, у меня... У меня, в общем... Что у меня там произошло? У меня... Ну, свекла, короче, засохла, я ее выкинула. Поэтому щи. И не светлое, и не белое. Ну, это щи свежей капусты, но... Красные щи, короче, вегетарианские. У меня там сметаны полно, две банки. Так что вот будем есть щи со сметаной. Ну, так, ложка стоит, не стоит, но нормально. Целый качан сюда покрошила такой маленький. Нормальные щи. Я вот смотрю, мне прям хочется попробовать тарелочку съесть. Так, ладно, пусть пока стоит. Так, плита не очень чистая, я ее потом вымою. И вот здесь я еще готовлю рис. Рис у меня готовится. Ну, что-то такое, типа плова. Только плов... Ну, не плов, а рис. Ну, как плов, только без мяса. Это... В мультиварке. Рис я на работу завтра с собой возьму. С чем-нибудь. Не знаю, с чем я буду есть. Что-нибудь придумаю. Ну, и без ничего тоже нормально. Потому что там лук, морковка, все есть. Так, ну что. Рис у меня готовится на завтра. Так, осталось десять минут. Ой, господи, меня аж заносит уже. Шатает что-то. Так, кашка на завтра есть. Завтра вторник. У меня короткий день, я до пяти работаю. Так, завтра с утра буду уходить. Вытащу рыбу из морозилки. Приду, завтра еще рыбу пожарю. Это, горбушу. Ну, или в духовке запеку, или пожарю. На сковородке, чтоб побыстрее. Точно не знаю, как лучше. Так, плита еще не остыла совсем. Когда она остынет, я ее вымою, протру. Что-то она не очень чистая у меня. Ладно, тряпка уже пока валяется. Потом вымою. Так, в общем, плов варится. Ну, такой викторианский. В принципе, можно было с сухофруктами сделать плов. Ну, и так ничего. С морковкой, с луком, просто рис. Сегодня супчика поедим вечерком. Кашку я завтра с собой возьму в баночку. Так, ну, с утра еще что-нибудь поедим. Я с утра много не ем. Кофе, так, бутербродик. Так, тут у нас огурчики какие-то есть. Помидорки, оливки, горошек. Ну, так, запасы есть. Там вот нут. Нут я вижу, горох. Ну, в принципе, пост уже заканчивается. В холодильник заглядывать не хочется. Он у меня, в принципе, чистый. Ну, там внизу немножко протереть надо. Крошек накрошили от хлебушка. Так, что у нас там есть? Творога три пачки. Сметана, вон, две банки. Там салат из морковки какой-то. Закуска из морковки. Вон, банка целый огурцов. Это мне тетка давала с дачи, привезли. Ой, сок надо допить, а то испортится. Персиковый. Ну, тут вот дофига в облахе. Апельсинки или мандаринки, что-то такое. Ладно. Мелкие мандарины, значит. Так, кот пришел. Филимон. Филюша. Филя. Филимон. Филюшка. Мам. Скажи что-нибудь. Да, что ж такое. Филимон. Выспался. Полдня спал на балконе. Ну, я окно не открываю на балконе, потому что я боюсь, что он это... Вот та кошка, она умная была, Алиса. Такая дворовая обычная кошка. Дворянка. Та была умная кошка. Она никогда не высовывалась с балкона. А этот кот, я не знаю, он, конечно, тоже умный. Но я не знаю, как он себя будет вести, если открыть окно на балконе. Вдруг из любопытства высунется, еще свалится, не дай бог. Филимон. Я тогда на балконе не буду окно открывать. Потому что я не знаю, как ты будешь себя вести. Если только вместе с ним высунуться в окно, посмотреть. Так, осталось, в принципе, еще два окна. Мыть и балкон дофига. А до Пасхи сколько дней? У меня еще два выходных будет до Пасхи. Среда и... Среда и пятница. Филимон, хочешь, я здесь вот открою. Окно приоткрою. Хочешь, иди подыши воздухом. Там сетка, не выпадешь, ничего. Вот на солнце окно видно, что оно это... Пятнами немножко... Не очень хорошо его вытерла. Немножко размазаны пятна. Ну ладно, что делать. С одного раза все равно не отмоешь. Надо будет потом еще распамять. А вот так вроде нормально было. А вот теперь на солнце видно, что немножко пятна есть. Ну ничего не поделаешь. Наверное, надо окно мыть, когда наоборот солнце с этой стороны. Ого, блин. Я вот смотрю на солнце. На солнце 24 градуса. Ну солнце сбоку прям на градусник попадает. Интересно, вот если его развернуть просто вот. Будет оно так же нагреваться, если его чуть-чуть в сторону отвернуть. На улице тепло, конечно. Солнце с этой стороны. Филимон, я тебе в окно не разрешаю высовываться. Вот с той стороны открыла. Вон там. Там и иди выглядывай. Филя на столе. Ну. Иди, иди. Я тебе там окно открыла. Там сетка, не вывалишься, ничего. Иди, иди. Можно там лазить. Иди. Филюшка. Ой, как хорошо. Свежий воздух. Ой, на улице красота. Люди раздетые ходят. Ну, там 20 градусов почти. 18. Вчера было даже чуть попрохладнее. Шла с работы. Уже. Метро уже в шортах уже видела. Некоторые в шортах уже ходят. И в футболках. Хотя там всего 18 градусов. Вчера даже попрохладнее было чуть-чуть. Ну что, Филимон. А тут как-то засвечивает Филя. Тебя не видно почти. Свет с той стороны. Тебя почти не видно. Так. Плиту я выключила. Суп сварился. Так. Сколько? Рис через 5 минут сварится. Так. Еще раз заглянуть. Что у меня там происходит. Ну, в принципе, его надо перемешать. Наверное, или наоборот, не надо. Хадно. Пусть пока. Через 5 минут выключу. Ой, как хорошо на улице. Красота какая. Ой. Выглянуть, что ли, на минутку хоть. Филимон, только сюда не надо подходить ко мне. В окно высовываться. Иди там. Сюда не надо. Сейчас он сюда припрется ко мне. Филимон. Давай не будем на нервах играть. Ни тебе, ни мне. Филя. Ты как хочешь, я окно закрыла. Все. Всем пока-пока. У нас все нормально. Все хорошо. Чем я сегодня занималась. Трансляцию сделала. Видео сняла. Обзор продуктов. В магазин сходила. Деньги, пособие последнее пришло. Деньги, пособие получила. Обзор сделала. Продуктов. Ну, что купила, там сделала обзор. Покушать. Вот. Сварила. Сейчас доварится. Окно вымыла. В принципе, план минимум выполнен. Убираться я в субботу убиралась. Ну, если мы тут будем окна мыть каждый день, естественно, надо будет в пятницу перед Пасхой еще раз убраться. Вот. Вот. Так. Завтра я работаю во вторник. Слава Богу, до пяти. Короткий день. В среду у меня выходной. В среду не знаю, чем заниматься. Посмотрю. Может, у сына в комнате вымою окно. Трансляцию выйду или нет, не знаю. Посмотрим. В пятницу буду уже так досконально убираться. По идее в четверг убираются, да, в чистый четверг. Но я в четверг работаю. Причем до восьми вечера. Пока домой приеду, уже полдесятого будет. В общем, такая неделя это напряженная. Воскресенье, Пасха. Надеюсь, на майские праздники будет уже полегче. Ну, во-первых, пост закончится. Ну, там праздники. Я, конечно, буду работать через день. Ну, ничего страшного. У меня всего три рабочих дня в неделю. Так что все нормально. Там Пасха. Можно будет мясо есть. Котлетки сделаем. А там на майские на шашлык сходим. Восьмого мая у брата двоюродного день рождения. На дачу. Ну, там вроде на дачу приглашают. День рождения отмечать. Ну, дача в пятидесяти пяти километров под Дмитровом. Это на машине ехать час-полтора, если пробки. В общем, не знаю, поедем или нет. Зачем нам куда-то ехать, когда у нас вон лес под окном вышли и пожарили шашлык. Вряд ли мы поедем, конечно, на дачу к нему. Здесь, наверное, в свой лес сходим и все. В общем, всем пока-пока. Всем удачи. Хорошей Пасхи. На всякий случай. Вдруг не смогу больше выйти перед праздниками. Постараюсь, конечно. В общем, если что-то буду делать, готовить или убираться, то поснимаю. Может, в пятницу выйду в трансляцию на полчасика. В общем, всем удачи. Пока. Продолжение следует.